Далее. Далее третий яд от Пуруша с инструментарисом. Даньяйна артага, данья артага. Богатство, добытое при помощи зерна или за счет зерна. Харина тратага, харитратага, балакага. Ребенок, спасенный Богом. В данном случае харитратага, ПП, ктантан. Прошу обратить внимание, кому это было еще не очень ясно. Прилагательное. Татпуруша, оканчивающаяся на ППП. Но при этом это не является Богу Вриги. Далеко не каждый композит, который является прилагательным, является Богу Вриги. В данном случае Татпуруша харитратага. Он относится к балакага харитратага. Но это не тот ребенок, у которого кто-то является тратага. А это сам ребенок, который тратага, спасенный харина. Или, например, ваккалагах. Словесный спор. Ваачакалага. Словесный спор при помощи слова. Или можно было бы, может быть, вакбхихкалага тоже, кстати говоря, можно было бы написать. Так, дальше идет чатутхи. Чатутхи. Татпуруша с дативом. Кундалая гираньям. Кундалая гираньям. Золото для сережек или для браслета. Гуравей дакшина. Гуру дакшина. Подношение учителю. Для учителя. Имеющие учителя своей целью. О дативе мы будем говорить еще. Надо будет, конечно, отдельное введение в основные функции датива. Из которого вы узнаете, что датив практически в классическом санскритском узусе был, ну, как это, на луркморевском жаргоне, чуть менее чем полностью был вытеснен генетипом. То есть практически везде, где используется, ну, почти что везде, где используется датив, в классическом санскрите можно использовать генетип или де-факто используется генетип. Дальше панчамит от Пуруша, значит, саблативом. Саблативом очень конкретный. Вот все те композиции, где речь идет о страхе перед кем-то. Вот там бхая, бхаям или бхити, где есть, да, страх симхат или симхепяга. Бхаям – это симхабхаям, страх перед львом или перед львами, или также врыкабхаям, также врыкепяга или врыкабхаям будет и так далее. Ну, или, например, да, вот сукхапетага, значит, лишенный сукхада петага. Счастье от него ушло, да, это тот, который апетаг, который лишился сукхат. Да, ушедший, да, апетага, да, тот, который апетага, от которого ушло счастье, дословно, да, лишенный счастье человеку. Сукхапетага, дейвадаттага, например. Дальше шаштитат Пуруша, да, с генетипом, но это вот как-то по умолчанию, да, так очень часто считается, что такой наиболее обычный тип, но не забывайте, да, все, все, все могут быть любые, так сказать, case of license, да, любые вот эти падежные отношения у тарапады с пурападой, да, в отличие от Крамадгары, да, шаштитат Пуруша, раачнега Пуруша, раача Пуруша, да, или, например, тат Пуруша, это тасся Пуруша, опять же, раачнега Пуруша, да, человек или слуга царя, да, ну, эй, человек, да, вот в этом смысле, да, он человек, царя, то есть слуга царя, да, Кришна сия Бхактаха, как мы, например, Кришна Бхактаха, да, Бхакта Кришны, да, вот. Пуруша царя.